Мы не можем нарадоваться снегу сегодня. Калину кушаете, да? Вкусная? Очень. Я видео снимаю так. После морозиков очень вкусная. Вот в таком белоснежном уборе стоит наш шлёс. Замок, к которому мы сейчас и идём. Чтобы дойти до того замка, нам нужно пройти по этому вот старенькому-старенькому мосточку, который был построен в 1770 году. А на башенных часах – полодинадцатого времени. Воды в речке немного, но она течёт. За мостом даже как-то бурбит немножко. Наверное, где-то открыли шлюз. Мы снимем RM. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Наверху под маленьким козырьком еле-еле угадывается когда-то что-то изображающее фигурка. Ну а поскольку это все-таки клостер-монастырь, значит что-нибудь религиозное. В остатках здания этого клостера-монастыря сейчас сделали очень шикарный, респектабельный отель. Он пользуется спросом у богатых людей. В лаптекарский сад пойдем? Пойдем. На территории этого монастыря сохранился еще старый аптечный сад. Пойдем. Его конечно поддерживают в нужном состоянии. Пойдем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Укрыться от снега, который сейчас идет, а летом от дождя. Все украшено к Новому году и к Рождеству, но, к сожалению, в этом году здесь никто не праздновал. А украшено все очень красиво. Территория монастыря построена еще в 1200 каком-то году. И начиная с 1559 года он перестраивался множество-множество раз. Во время войны он очень сильно пострадал. Все, что смогли, то восстановили. Построили, конечно, все по-новому. А как свидетельство того, что это было очень красиво и все это в камне, вон ток ножничка. Резьба из камня, очень красиво. А вот то, что в том утро, в руки, после войны. Так, такого же от нас. В связи с пандемией коронавирусом, у нас в Германии закрыты все рестораны, все отели. Поэтому на сегодняшний день вот такие темные, не светящиеся окна. Немножечко печально, немножечко не по-праздничному. Но я думаю, что следующий год будет лучше предыдущего. Мы на это надеемся. В память о старой постройке этого монастыря остались вот такие вот невосстановленные руины. В основном вот эти вот две стены, крепостная стена и вот эти фундаменты. Можно только себе представить, какое величие здесь было в былые времена. А сейчас мы покажем панораму нашего города, крепостной стены. Вот так сегодня смотрится наш городочек. Укутанный белым свежим снегом. Плюсовая температура, он, конечно, растает, но все-таки порадовал нас. Вон там где-то домик моего брата. Помашите Виктору рукой. Смотрите, какие поля красивые. Колокола на башенных часах Отбивают в Рим последние часы этого года. Ну, это что-то новенькое. Даже полгода назад этой надписи здесь еще не было. Смотрите, мы сейчас переходим. Я как мог бы верить. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вот здесь дальше, и мы к нему подойдем, будет могила Бока, первого травника, который лечил травами. И издана книга его, там несколько томов, которые до сих пор пользуются люди. Он был и монахом, и врачом, и собирателем, и человеком, который изучал свойства всяких трав. А это еще одна стена все того же клюстера, оставлена в память о том, как это раньше было. И дальше мы пройдем к еще одним воротам. Да? Спустимся по этой уже современной лестнице в крепостной стене. Внизу прилепились уже современные домики. Ну и мы тоже пойдем к своему домику. Да, вот старинная крепость и современная винтовая лестница к ней. А под крепостными стенами у нас что? Банк. Самое главное. Везде одинаково. Что в России, что в Германии. Появился первый снег и слепились и горячков. Это на стене чудище-юдище из дерева. Да. Гисовичок. Гисовичок. У нашего врача здесь есть книга, где собраны все старинные двери, которые находятся у нас в форме. И эта дверь в том числе. Нижние окна. Да. Вот это наш местный ресторанчик. Он, как и все другие, не работает. Но хозяева каждый вечер открывают шторки и зажигают огни. Как всегда на Новый год и на Рождество. И всегда вечером здесь светло и уютно. Но, к сожалению, нет посетителей. Он два года назад отреставрировали. Но пользовались только старыми технологиями. Как старинную, в стенах неровности. А фасад здания вообще не реставрированный. Потому что он должен сохранить свое обличие таким, каким он был в древние времена. Хозяевам разрешили вот эти стены реставрировать. Как я уже говорила, старыми технологиями. А фасад дома остался таким, каким он есть. Это наша горшечная фабрика. На нашей улице находится еще и горшечная фабрика, где занимается изготовлением керамических горшков. Сейчас поближе подойдет, и можно будет это увидеть. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.